Вести FM. Первые о главном. Вести FM. Первые о главном. Вести FM. Первые о главном. Он готов был голосовать за Бориса Джонсона. Но сегодня Борис Джонсон все-таки решил, что он не пойдет на эти выборы. При этом он не сказал, что он считает свою кандидатуру недостойной. Нет, он сказал, что в партии может случиться раскол. Поэтому я спасу консерваторов тем, что не буду выдвигать свою кандидатуру на эти выборы лидера партии Тори. Но на самом деле, по всей видимости, у Бориса Джонсона был просто очень тяжелый разговор с партийными донорами, с теми миллионерами, которые жертвуют постоянно, ежемесячно, ежегодно суммы на то, чтобы содержать партию консерваторов. И те дали понять Борису Джонсону, мы не готовы будем поддерживать партию, лидером которой по-прежнему будешь являться ты. Поэтому, как ни печально Борису Джонсону, как бы ему не хотелось, через семь недель после того, как он сложил свои полномочия, опять вернулся на Даунг-Стрит, у него это в этот раз точно не получится. Остаются два кандидата. Вот теперь большой вопрос. Через два с половиной часа должно быть озвучено, кто из этих двух кандидатов, Риши Сунак или Пенни Мордон, набрали те самые необходимые для того, чтобы подать свои заявки, 100 голосов депутатов партии Тори. Пока, судя по всему, это удается только Риши Сунаку. У него больше 150 голосов уже набрано. Я напомню, всего должны отдать свои голоса 355 депутатов партии Тори. А вот что касается Пенни Мордон, она пока заручилась поддержкой только 30 коллег по партии в палате общин. Вполне возможно, что остальные, кто вот явно не говорил, за кого они будут голосовать, они отдадут ей эти оставшиеся голоса, чтобы набрать 100, и чтобы она официально вошла в гонку. Но, по всей видимости, этого не случится. По всей видимости, все решили, что все-таки Риши Сунак, который еще, я напомню, в сентябре проиграл Листрас на выборах, вот в октябре он все-таки выиграет на этих выборах. Что тогда произойдет? Тогда в 2 часа дня официально в парламенте объявят, что единственный кандидат, который набрал 100, даже больше голосов, это Риши Сунак. И тогда его, по всей видимости, в ближайшие часы объявят как лидером партии консерваторов за неимением других кандидатов, так и премьер-министром Великобритании. Но вот насчет премьер-министра Великобритании, здесь будет процесс, скорее всего, подольше, потому что должен же официально назначить его премьер-министром новый король, Карл, а он пока еще только к этому готовится, скорее всего, это произойдет только завтра. Но в любом случае, скорее всего, 99% успеха все-таки у Риши Сунака, 99% шанса у Риши Сунака стать следующим премьер-министром Великобритании. Кстати, рынки уже хорошо отреагировали на то, что, по всей видимости, Риши Сунак, следующий премьер, я напомню, у него богатый опыт в области работы министра финансов в Великобритании, уже фунт стерлинга подрос по отношению к доллару. Это тот человек, который, как ожидают и коллеги по партии, и вполне возможно, все-таки люди, кто за консерваторов вообще в целом голосует, сможет как-то разобраться с экономическими трудностями в Великобритании. Но я напомню, большинство, больше 50% вообще британцев, тех, кто голосует на выборах, считают, что должны пройти внеочередные парламентские выборы. И на этих выборах могут вполне реально победить либористы. Британцы считают, что партия Тори уже заигралась. Они ведут себя не как взрослые люди, меняя, вот за последние 7 недель уже третий премьер будет. А они заигрались во власть, и теперь их просто... На самом деле надо поставить на место и дать уже другой партии оппозиции порулить. Наталья. Лен, ну и вот коротко, как там поживает Ли Страс? Она все еще исполняет обязанности премьера. Она делала какие-то заявления по поводу Джонсона, Сунака и так далее. Или в своем мнении высказывала, или она не может этого делать? Ну, Ли Страс, по мнению подавляющей большинства, уже отработанный материал, она просто сидит, досиживает свои часы на давних средств действий. Одновременно британцы завели петицию, чтобы Ли Страс не дали большую государственную пенсию. Оказывается, после вот этих нескольких недель работы в правительстве, она уже может получать большую пенсию. От нее сейчас официально требуют отказаться от этой пенсии. Спасибо вам большое за подробности. С нами на прямой связи была наш собственный корреспондент в Великобритании Елена Балаева. И новость последних минут. Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом грязной бомбы. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По словам министра, информация России о подготовке Киевом грязной бомбы была перепроверена. Это не пустое обвинение. У нашей страны есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны сделать грязную бомбу, сказал Лавров. У нас есть информация, конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую грязную бомбу. У нас есть информация, которую мы перепроверяли по соответствующим каналам, о том, что это не пустое подозрение, что здесь есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться. С некоторыми из своих собеседников Сергей Шойгу договорился о проведении дополнительных консультаций на эту тему на профессиональном уровне. Безусловно, мы видим медийную реакцию Запада. Она нас не удивляет, она идет в русле той безоглядной поддержки, которую Запад оказывает своему ставленнику Зеленскому, предоставив ему индульгенцию на любые русофобские действия, а не только в виде заявлений, но и в виде бомбардировок гражданских объектов, уничтожения гражданского населения и многое другое. Ранее эту тему прокомментировали в Кремле. Угроза применения Украины грязной бомбы реальна, а верить в нее или нет – дело Запада. Такое заявление сделал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия запустила первый спутник будущей космической группировки «Сфера». Ракета «Союз-2» стартовала с космодрома «Восточный». Запланирован запуск еще более сотни аппаратов. Они обеспечат Россию спутниковыми широкополосным интернетом и связью. Похожие функции в мире сейчас выполняет американская спутниковая группировка «Старлинк». Тактико-технические параметры спутников «Сфера» изучил Сергей Гололобов. Ракета-носитель «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» вывели на орбиту высотой 8070 километров спутник-демонстратор «Скиф-Д». Его вес – 200 килограммов. И основная задача – отработка технологии широкополосного космического интернета. За «Скифом-Д» пойдут другие аналогичные аппараты, уже не экспериментальные, а рабочие. И срок жизни у них будет не три года, как у опытного образца, а 12. Основная задача «Скифов» – обеспечение всей территорией России широкополосным доступом в интернет. То есть радиопоток со спутников пойдет на небольшие наземные пользовательские терминалы диаметром меньше метра, которые будут распределять трафик по абонентам. Им, в свою очередь, не понадобятся какие-то специальные экзотичные гаджеты для приема космического интернет-трафика. Достаточно держать в руках обыкновенный смартфон. Простота работы сферы важна и для военных. Наземная разведка или дрон выявили, например, вражеский танк. Сейчас, чтобы нанести по нему удар, нужны громоздкие системы связи, чтобы передать на дальние расстояния развединформацию. К тому же большие радиомачты – идеальная цель для атаки противника. А с помощью сферы один звонок артиллеристам по спутниковому каналу с указанием точной геолокации. И уже через несколько минут во вражеский объект прилетает снаряд. По похожему принципу действует американская система «Старлинк». На орбите сейчас летают более 3000 аппаратов этой системы. Но отличие от нее, нашей сферы – большая заточенность на работу в полярных областях. Север в России огромный, а обеспеченность интернетом слабая. Решить эту проблему и должна спутниковая группировка «Сфера», пояснил академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, член общественного совета Роскосмоса Игорь Маринин. А здесь просто они будут запускаться на высокоширотную орбиту. То есть они будут пролетать и над нашими, практически над полюсами. И, соответственно, покрывать всю страну. Вот сейчас, например, Международная космическая станция, она летает на широте 51,6 градусов. То есть она на сквойне летает, не говоря уже о более широких, более северных районах. То есть оттуда северных районов вообще не видно с МКС. А вот с этих спутников будет видно вплоть до Северного полюса, например. Вообще в спутниковую группировку «Сфера» должно войти множество аппаратов разнообразного назначения. Их точное количество пока предмет инженерных дискуссий. Но в любом случае несколько сотен, а в максимуме более 600 штук. Там будут и спутники дистанционного зондирования Земли, то есть фото- и радиолокационные разведчики. Также в группировку «Сфера» войдут спутники навигации, метеорологии, телерадиовещания, передачи телематических данных. Кстати, вместе со СКИФМД «Союз» запустил и три спутника класса «Гонец», которые как раз и предназначаются для нужд экстренного оповещения и логистики, напомнил Игорь Маринин. А что касается ГОМСов, которые запустили, эта группировка, она тоже войдет в систему «Сфера», но она уже несколько лет находится в экспериментальной эксплуатации. Это группировка для других целей. Она передает данные не широкополосный интернет, а типа СМС-ок. Очень полезно, например, для передачи сигналов бедствия с координатами терпящих бедствия людей или каких-то самолетов или судов и так далее. Очень полезно, например, для отслеживания контейнерных перевозок. Если на каждый контейнер поставить небольшое устройство, которое будет с определенной частотой, выдавать сигнал, и таким образом владелец этого контейнера сможет отслеживать его передвижение по нашей необъятной стране и даже за рубежом. Вообще развитие именно спутниковой группировки сейчас в приоритете у российских властей. Как ранее поясняло руководство Роскосмоса, акцент в разработках до последнего времени был на ракетных двигателях и ракетоносителях. Но ныне существующие ракеты сами по себе неплохи. И можно какое-то время обойтись без инновационных продуктов. А вот разнообразные спутники крайне необходимы в их развитии и прежде всего в группировку «Сфера». И будут вкладывать основные средства, выделенные на космическую программу. Сергей Глалобов, Вести-ФМ